Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Слушайте, напомню, телефон для ваших вопросов, замечаний, мнений, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, твиттер-аккаунт, вызванный сайт «Эхо Москвы», тоже к вашим услугам. Многие сегодня читали интервью Михаила Ходорковского о «Медузе», и в частности, конечно, многие процитировали довольно резкие, очень резкие высказывания касаемые Чечни. Ну, действительно, об отношениях Чечни и Центра очень много, говорят, в последние два месяца, в последний месяц. Но Михаил Ходорковский впрямую фактически называет Рамзана Кадырова вассалом Путина, которого, впрочем, тот не вполне может контролировать. Вот примерно такая мысль. А как вам кажется, это за последние дни, недели произошли какие-то изменения в этих отношениях? Там установились какие-то правила власти? Ну, мне кажется, что, во-первых, Ходорковский не первый, кто говорит о том, что Кадыров подчиняется непосредственно и только Путину. Во-вторых, да, конечно, в Чечне сложился такой султанистский режим, который характерен для небольших аграрных стран. И у него есть патрон, митрополия, которого зовут Владимир Путин. Мне значительно интереснее, честно сказать, в этом интервью было, и что мне не хватило как раз в этом интервью, я все-таки так и не понимаю, что Михаил Ходорковский, какую альтернативу он предлагает. Там очень много разговора о том, что... Я хочу изменить страну. Да. Ну, конечно, мы понимаем, что в стране надо менять режим, но я так и не понимаю, как же все-таки Михаил Ходорковский собирается это делать. А мне вообще-то через полтора года после того, как он уже вышел из тюрьмы, хочется от него это услышать. А так это вот эти разговоры вокруг да около, мы за все хорошее против всего плохого. Ну да, мы за все хорошее против всего плохого. Только вот для тех, кто живет здесь сейчас и непосредственно живет в России, и вопрос, как, какими методами, какие шаги, кто союзники, кто не союзники, имеет вообще-то вполне принципиальное значение. А эти разговоры про Кадруа я вам скажу. Вот я, поскольку делал с Михаилом Борисовичем первое интервью после его выхода из тюрьмы тогда в Берлине, он и тогда уже об этом говорил. Тогда это вызвало очень резкую реакцию. Казалось, что он дает такую оценку Чечни, угрозы, которые исходят из Чечни. А сейчас это стало уже как бы общим местом. Илья вас спрашивает, а на ваш взгляд Владимир Путин до сих пор контролирует баланс между силовиками и Кадыровым? Нет, не контролирует. Он не контролирует не только баланс между силовиками и Кадыровым, он не контролирует вообще в большой степени силовиков. Такое у меня сложилось в последнее время впечатление. Вся система потихонечку идет в разнос. Это неизбежно, потому что невозможно, чтобы один человек управлял в режиме ручного управления огромной страной, 140 миллионов. Но он предоставил силовикам сезон охоты. И они восприняли это как их право делать то, что они хотят. И в этом смысле и поведение Рамзана Кадырова тоже отражение того, что он понимает, что суверенно уже не обладает той силой, которую он обладал раньше. И поэтому Кадыров себе позволяет такие откровения, которые мы бесконечно читали в Инстаграме. Сейчас он немножко по словам как-то стал более сдержанным. Но это вот то, что говорит Ходорковский об этом, говорит в интервью Медузе. Что он сейчас переждет, отойдет на шаг и потом, собственно, все опять пойдет по старой колее. Когда я говорю о том, что Путин перестал контролировать в большой степени силовиков, то, что они поняли, что они имеют возможность делать все, что они хотят, я в том числе имею в виду участившиеся рассказы о том, как людей избивают на улице. И при этом полиция занимает сторону насильников. Как, собственно, это было в истории с Еленой Грачевой, которая рассказала телеканал «Дождь» вчера. Женщина, которую молодые люди били в лицо. В травмопункте были сняты свидетельства о том, что ей были нанесены удары. При этом полиция не только их не останавливала, но потом забрала всех их вместе в полицию и, очевидно, демонстрировала свою солидарность с этими хулиганами. Ну, а еще появлялись ведь в прессе предположения, что, собственно говоря, сами избивавшие они имеют какое-то отношение к правоохранительным органам. Это я не знаю, я читала то, что читала. Но тут важно другое. Вот для полиции не может существовать свои и чужие в данном случае, если на улицах их работа охрана общественного порядка. Это то общее благо, за которое, собственно, одно из немногих благ, которое распределяет, должно распределять институт государства. И мы за это платим своими налогами. И не такими маленькими. И вот сам факт, что полиция себе может позволить встать на сторону насильников по идеологическим соображениям, вот это очень опасная история. Потому что правоохранительные органы, их задача не остановиться на чью-то сторону, а их задача выполнять простую свою функцию – обеспечивать безопасность людей. Но при этом сложно себе представить, что есть какое-то распоряжение этих задерживать, этих не задерживать. Это на каком-то уже интуитивном уровне работы происходит? Нет. Я думаю, что тут ситуация не такая прямолинейная. Я думаю, что внутри силовиков существуют как те, кто боятся, что ребята в погонах и с оружием распустятся совсем и будут по своему соображению решать, кто прав, кто виноват. Но существуют и те, кто считают, что надо немножечко показать всем этим распустившимся либералам, демократам, пиндосам и так далее, где их место. Это то, что происходило, кстати говоря, в нацистской Германии в период, когда Гитлер шел к власти. Когда были в окружении Гитлера те, кто еще были сторонники такого вот, ну, только государство, только институт государства должен иметь право на насилие. И были те, кто считали, что это очень полезно приструнить. Я думаю, что на различных совещаниях силовиков, как в полиции, так и в КГБ, и в администрации президента, такие вещи обсуждаются и не только думая, а зная, что есть ястребы и радикалы, которые считают, что да, да, вот очень полезно, чтобы сейчас этим либералам по мордам нам понадавали. Да вообще все эти немножко распустившиеся должны знать, что на улицу нехрен вылезать. Это Евгений Альбатс. Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся уже скоро в эту студию. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артериай» представляют программу «Особое мнение». 19 часов и 20 минут программа «Особое мнение». Особое мнение, напомню, представляет сегодня Евгений Альбатс. В контексте того, о чем мы сейчас говорили, тем страннее выглядит и тем необычнее выглядит информация, которая появилась сегодня в СМИ со ссылкой на источники о том, что следствие прекратило расследование в отношении экспертов, которые готовили заключение по так называемому второму делу ЮКОСа. Мы просто за последние несколько лет такие странные дела уже видели и наблюдали за их развитием, что, в общем, и это в логику производства укладывается. Но неужели действительно отстали? Ну, во-первых, вы не забывайте, что вся эта история была начата для того, чтобы завести третье дело против Ходорковского. И, собственно, это было отражение той борьбы, которая шла в высших шлонов власти. Были сторонники того, чтобы Ходорковский был помилован или, во всяком случае, вышел по истечению срока. И были сторонники решения о том, чтобы сварганить третье дело и оставить Ходорковского в тюрьме навсегда. И в июне 2013 года оказалось, что сторонники этого жесткого варианта выигрывали. Как говорили тогда и писали тогда об этом, один из тех, кто всячески промутировал такое решение, был Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, которая, как мы знаем, собственно, получила активы ЮКСа Михаила Ходорковского. Но потом Путин встречался с Ангелой Меркель, и на встрече с Меркель Путин сказал, что он отсидит и выйдет. И, собственно, Ходорковский должен был выйти, если мне память не изменяет, 21 августа, 2014 года. А вышел полгода раньше. Собственно, ради этого затевалось все это дело экспертов. Теперь, все, кто давал экспертизу, напомню, по заказу Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, тогда этим президентом был Медведев, они ведь все самым жестоким образом пострадали. Они лишились своих позиций. Кто-то работал в высшей школе экономики, они были уволены или вынуждены были уйти, кто-то уехал. А Сергей Гуриев один из, наверное, самых известных и, безусловно, лучших экономистов и националистов страны, ректор Российской экономической школы, человек, который действительно в большой части создал эту лучшую докторанскую программу в стране, вынужден был уехать за границу. И поэтому они ведь своего добились. Да, может быть, дело сейчас они и закрыли, но они испоганили людям жизнь. Они заставили людей уехать из страны. Люди потеряли и работу. Вы думаете, так просто было для Сергея Гуриева уехать, оставив Российскую экономическую школу? Я вам напомню, он был человеком, который писал речи президентом, которому предлагали возглавить аналитическое управление Кремля, когда президентом был Медведев, который входил в советы директоров в качестве независимого директора различных компаний и банков, в том числе Сбербанка и так далее. Он человек, который мог хоть как-то влиять, так сказать, и влиял как минимум на экономическую политику, которую вырабатывалось в правительстве Российской Федерации. И ему пришлось уехать, потому что у него была полностью переиллюстрирована вся его почта. проведены обыски в офисе, изъяты документы, там было много всего еще связанного со всякими банковскими счетами и так далее. И то, что пережил тогда Гуриев, это не дай бог кому пережить. Поэтому, к сожалению, они в большой степени порушили жизни людей. Понимаете, хорошо, что у Сергея Гуриева, жена его Катя Журавская, просто самый цитируемый наш политэкономист, и она уже тогда преподавала в Парижской экономической школе, у нее мировое имя, ее исследования печатают лучшие журналы мира, просто лучшие журналы мира. Ну, в стране это оказалось все не Журавской, не Гуриев, в стране оказались совершенно ненужны. Вот. А вообще это очень трудная история. Трудная история. То есть, получается, своего они добились и так? Если задача государства является выдавить из страны все, что способно независимо думать, то, безусловно, Следственный комитет Российской Федерации и все остальные эти милые ребята, они своего добиваются. Вот имя Игоря Сечина у нас уже возникло в этом разговоре сегодня. Вообще, очень много было этих вопросов, почему не обнародуют оклад Игоря Сечина, сколько получает Игорь Сечина. Вот сегодня выяснилось, сколько, собственно говоря, получает Игорь Сечина. Речь идет, судя по тем документам, которые обнародовала Роснефть, об окладе от 15 до 20 миллионов рублей. Почему сейчас-то все-таки принято решение это на глаз народа открыть? А славненько так вот, вилка от 15 до 20 миллионов, 5 миллионов уходит туда-сюда обратно, да? Это гениально. Ну, как, почему? Во-первых, потому что это стало совершенно неприличным. Во-вторых, потому что со ссылкой на различные источники, такие уважаемые издания, как, например, Forbes и Ведомости, писали о том, что Сечин получает 50 миллионов рублей в месяц. Но даже если это 20 миллионов, то это, в общем, совсем неплохо, учитывая, что там еще всякие бонусы, да, скрытые выплаты и так далее, то, в общем, он не страдающий человек, в общем, на паперте ему не приходится стоять. Я вот подумала, что, может быть, как-то настоятельные рекомендации главы государства в апреле? Да нет, я думаю, что, скорее всего, это связано с получением какого-то кредита. У Роснефти же очень много проблем, которые связаны с колоссальным долгом из-за покупки ТНК-БП. У них колоссальные совершенно долги, и расчет был на то, что цена на нефть будет там больше 100 долларов, и поэтому они сумеют это легко отдать. Оказалось, все не так просто, когда упала цена на нефть. И поэтому я думаю, что это связано с реструкализацией долга, с получением кредитов и так далее. Что просто невозможно быть большой, крупнейшей нефтяной компанией страны, и работать на международном рынке, и при этом иметь такую малотранспарентную систему бухгалтерского учета. Ну, всех так сразу взволновала эта цифра, 20 миллионов. Но на самом деле было бы справедливо как-то искусственно ограничивать высокие зарплаты глав крупнейших компаний. Потому что, ну, все-таки это крупный бизнес, да, понятно, что он и в казну тоже приносит налоги, и много зарабатывает, и оборот там ого-го. Слушайте, я последний человек, который буду агитировать за то, чтобы ограничивались зарплаты руководителей больших компаний. Это государственная компания. И я полагаю, что прежде всего это все должно быть абсолютно транспарентно и открыто. Ровно потому, что это государственная компания. Но мы же с вами знаем, что вольница, которая существует в государственных корпорациях, она значительно большая, чем в бюрократии. Потому что они вообще, эти ГК, не должны раскрывать толком свою отчетность. Это все находится, так сказать, по таким завесой секретности. А вот почему, кстати говоря? Ну, почему? Потому что такое законодательство. Ну, вот откройся ты, и не будет к тебе вопросов. Ну, да. Тогда мы с вами узнаем, что госкорпорация Ростехнология генерирует убыток нон-стоп. Что у нее там 400 с лишним, в нее входит там 400 с лишним компаний, которые по большей части убыточные. Потому что тогда мы поймем, во что нам обходится наш военно-промышленный комплекс. Тогда мы начнем с вами задавать вопрос. Вот мы в журнале посчитали, когда написали про это новое оружие, которое пойдет по брусчатке Красной площади, которая сейчас перекрывает улицы. Посчитали, что вот этот новый российский танк «Армата» стоит в пересчете на рублей 400 миллионов рублей. А один из лучших танков мира, «Абрамс М1А2» Соединенных Штатов, 315 миллионов рублей. А в Саудовской Аравии его покупали и за меньшую цену. А там знаменитый леопард немецкий стоит от 130 до 330 миллионов рублей. Вот на этой большой цифре мы сейчас прервемся, но очень скоро вернемся в студию. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артивиай» представляют программу «Особое мнение». 19 часов и 34 минуты в Москве. Это программа «Особое мнение». Напротив меня находится главный редактор журнала «Нью Таймс» Евгений Альбац. Очень много к вам вопросов, так или иначе, связанных с подготовкой к годовщине Победы. Но я хочу вас попросить прокомментировать историю, которая произошла в Калуге. О ней пишут, например, в частности, портал «Калуга-24». В Калуге стоит некий офисный центр торговый. И на ограждение этого центра появляется большое поздравление. Огромный баннер, в котором значится такой заголовок «Сегодня Крым, завтра Рим». А дальше следует перечень, скажем так, побед русского оружия. И там есть и Куликовская битва, есть и Бородино, есть и Курская битва. А замыкает список Дебальцева 19 февраля 2015 года. Вот понятно, что это там чья-то частная инициатива. Но в сознании россиян, как вы думаете, все, что происходит сейчас на востоке Украины, оно укладывается вот в этот перечень и в эту череду? Я думаю, что та истерика, которая идет с телеканалов, она выбивает из сознания тех, кто плохо очень образован, кто не читал книг, кто мало что знает о трагедии Великой Отечественной войны, выбивает представление о том, что это страшная, тяжелейшая, мучительная страница в нашей истории. Что мы положили как минимум 27 миллионов человек. В 89-м году цифра была другая, 29 миллионов человек. А немцы положили свои 10 миллионов. То есть за каждого немца мы положили троих. Это поколение людей, у которых бабушка с дедушкой, может быть, еще воевали. А вот у меня и отец, и мать были на фронте. И о том, какой это был тяжелейший, кровавый, страшный труд освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, я знала с детства. При этом вот тех словесов, того совершенно какого-то безудержного ликования, которые происходят сейчас, мне все-таки кажется, во времена, когда живы были мои родители, которые, еще раз повторяю, и мама, и папа, у меня были на фронте. Папа ушел в июле 41-го года, хотя был студентом, а мама с театральной бригадой, с третьим фронтовым театром, которым руководил Юрий Александрович Завадский, ушла на фронт в августе 41-го года. Вот этого безобразия, которое творится сейчас, этого абсолютного непонимания, во что, как тяжело стоила стране эта война, и какой это страшный отдаленный эффект. И ведь не только 27 миллионов погибших, это же еще нерожденные дети, выбитое поколение, искалеченные судьбы тех, кто пережил войну, истощенная абсолютно земля, разрушенная промышленность и так далее. Мне кажется, что все-таки в тех семьях, где родители воевали, было представление о том, что это прежде всего колоссальная трагедия. Колоссальная трагедия. А сейчас из этого сделали какой-то невероятный просто лубок. Я была совершенно потрясена. То есть, ну не то, что потрясена, нет. Когда на Первом канале было какое-то там шоу, тоже посвященное Великой Отечественной войне, и ведущий Толстой, который как бы всячески подчеркивает свою фамилию, и программа его даже называется «Воскресенье», как бы аллюзия к роману Льва Толстого «Воскресенье». Говорит, мы один раз прошлись по Европе или освободили Европу. Надо будет, сделаем это и сейчас. Я думаю, какой же ты сукин сын. Ты же не пойдешь туда умирать. И дети твои не пойдут туда умирать. Вот, понимаете, мне кажется, что истерика, которая сейчас идет, она связана с желанием властей как бы убедить людей, что война – это ничего страшного. Это мы вросли во время, когда ответ «Хотят ли русские войны?» был однозначный «нет». Вот сейчас идет милитаризация сознания и как бы постепенное приучение людей к тому, что ничего страшного. Надо будет воевать, будем воевать. Надо будет дойти, как вы говорите, до Рима, дойдем. При этом, еще раз, те, кто всячески промутирует эту идею, которые говорят об этом с экрана в телевизор, они же точно не пойдут на фронт. И точно ни их дети, ни их близкие там не окажутся. Это вот мальчики и девочки, которые сейчас ходят с георгиевскими лентами, они не понимают, что это идет их промывание мозгов, это их готовит к тому, чтобы они были готовы пойти на ритуальное заклание во имя отца и учителя Путина Владимира Владимировича. Вот это кошмар. Понимаете, вот вспомнил Дебальцева, к республикому журналу Дмитрий Рубров поехал в Забайкалье, откуда были бурята-танкисты. Знаменитая история. Знаменитая история, когда Елена Костюченко, она, кстати, за это получила европейского пулитцера, сама лично я ей это вручала в Копенгагене. Так вот, там оказалось, как говорят, в этом селе 10 человек оттуда воюют на Украине. И обычное дело, когда мимо проходит состав с военными машинами на платформах, и люди говорят, ну да, это на Украине. Там ни для кого это не секрет, что это происходит. Это, конечно, страшная, страшная история, как совершенно развернуто в 70-ю годовщину войны стране, в которой был вот этот ужас войны, да, как совершенно развернули сознание людей, и им говорят, ничего страшного. Война – это не страшно. Это не страшно. Кошмар. Один из наших слушателей спрашивает, а совпадение ли это, что, ну вот эта вот череда скандалов с убиранием книжек из книжных магазинов, да, с поисками, где танцуют, как танцуют, и правильно ли танцуют в этом месте. Вот эта вот история вокруг празднования Победы, она случайно происходит именно сейчас, когда прошло полтора года украинской истории, когда появились санкции, стало тяжелее с экономикой, появился некий запрос на победу, на какие-то такие чувства, которые показывают нам, что на самом деле мы великие. Вы знаете, я думаю, что, конечно, пиар-составляющая тут есть, что надо вниманием людей переключить с экономики на что-то другое. Но я думаю, что тут ситуация хуже. Я думаю, что мы же видим, как увеличивались расходы на ВПК, да, причем если еще там год назад предполагалось, что расходы как-то хотя бы не будут сильно расти, мы же видим, что в этом году там военный бюджет вырос на 30% против того, что планировалось. И это постоянное громыхание орудием, да, оружием, танки, которые идут, и бронетранспортеры по улицам Москвы. Это ведь все не случайно. Еще раз повторяю, у власти в стране находятся люди, которые принципиально допускают войну. Вот то старое политбюро советское, да, при том, что они были, конечно, троглодиты и динозавры, и ими управляла, прежде всего, физиология, как писал тогда один из политологов. И тем не менее у этих людей был страх, была память о той страшной войне, был страх перед новой войной. А сейчас у власти люди, которые, с одной стороны, кричат о победе русского оружия в Берлине, а с другой стороны, очевидно, у них вот этого страха перед войной нет. И от непонимания, ну, почему же не от непонимания? От того, что они понимают, что они-то спасутся. Еще раз. Ни они, ни их дети, ни их люди не будут воевать. Пущенным мясом будут вот те самые мальцы, которые сейчас разгуливают с георгиевскими лентами и бьют морду тем, у кого, не дай бог, какая-нибудь толстовка с американским флагом, знаком или еще чего-нибудь. Вот они-то и будут пушечным мясом. Так что, вот это, мне кажется, очень опасная история, которая разворачивается на наших глазах. А как известно, война, она же все спишет. Она спишет и кражи, и казнократство, и разворовывание. Мы же наблюдали даже истории с Восточным. Подумайте, это же потрясающая история. Строит новый космодром, который должен заменить Бальконур. Не сарай, да. А? Не сарай, прямо скажем. Да-да-да, совсем не сарай. И вдруг, и казалось бы, это находится под пристальным вниманием верховного главнокомандующего, его замечательного вице-премьера Рогозина и так далее. И вдруг совершенно откровенно, откровенно, там крадут деньги. И это так везде. Понимаете? Это происходит везде. Поэтому, конечно, война – это безумно выгодная история для этих ребят. У нас остается буквально минута, но я хочу вас спросить вот о чем. Вчера был очень большой эфир. Эфир памяти моей Плесецкой. Можно его почитать, послушать и посмотреть на сайте ЭХО. А сегодня... Конечно, найти на сайте ЭХО. Я вот не сумела. А вот сегодня в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме не исключили, что может появиться памятник. Ну, во всяком случае, готовы рассмотреть и хотят рассмотреть обращение. Если бы от вас зависело это решение, что бы вы написали на нем? Ой, нет. Что там? Там, может быть, написано два слова. Майя Плесецкая, все. Ничего добавлять не надо. Нет, конечно. Может быть, годы жизни. Ну, это правда. Тут как с легендой, как с мифом. Наверное, даже не нужно объяснять, собственно говоря, что это за человек. Майя Плесецкая, она была уникальна. Она была одна. Второй Майя Плесецкой, так же, как второй Галина Уланова или Екатерина Максимовой, понятно не будет. Майя Плесецкая – это колоссальный пласт о русской культуре. И уходит вот это поколение, для которого культура, книги, какие-то представления о сопротивлении. Все были не пустой звук. Главный редактор журнала «Нитэнс» Евгений Альбац и особое мнение. Спасибо.